Девушки отдыхают Трагедия эта и для Исава, и для Иакова, обманщика. Когда Исак состарился и притупилось зрение, глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Исак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». Он еще долго будет жить, он пока просто об этом не знает. «Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь макушание», 4 стих, «какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ребекка слышала, когда Исак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ребекка сказала, «Слушай, приготовься, Яков, мы сейчас, папаша, ужин приготовим» и обманем его. Приготовили они ужин, и приготовились они обмануть Исака, скрыв, замаскировав Якова, так чтобы Исак принял его за брата, за Исава, и на ощупь, и по запаху, хотя и не по голосу. 16 стих, «А руки его и гладкую шею его обложила кожу козлят и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Якову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой», то сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой». Ложь. Это ложь. Он обманом получил благословение Отца. Бог ему и так собирался дать это благословение. Бог благословил его еще до рождения. Таково было Божие обещание. Но Иаков предпочел украсть благословение, чтобы не ждать, когда Бог его в свое время даст. Расскажу вам один из трех самых неприятных эпизодов моей жизни. Мне очень тяжело, очень неприятно об этом говорить, но расскажу, чтобы объяснить, что имею в виду. Вам сложно понять, насколько важно в Америке празднование Рождества, особенно для детей, для американских детишек. Ощущение Рождественского дня, пожалуй, самое прекрасное, самое любимое ощущение. Ребенку говорят, что в гости в ночь перед Рождеством придет Санта Клаус. Вечером ребенок ложится спать, никаких подарков нет. Но уже к утру Санта принесет подарки, и тогда ребенок сможет их открыть и радоваться. Все это рождественское время, пожалуй, самое замечательное время года для ребенка. Я помню, когда мне было лет 9 или 10, я угадал, я сообразил, что, наверное, все-таки никакой Санта Клаус в трубу не влезает и подарки не приносит. Наверное, мама с папой покупают подарки. Но оставалась большая загадка. И тишине эти подарки прячут. Я отыскал, я по всему дому, и так и не нашел. И вот однажды дьявол меня попутал, и я догадался, где хранятся подарки. Я догадался, что родители прячут подарки в багажнике, в машине. В те времена в Америке делали такую вещь, которую сейчас мы уже не делаем. В те времена в машине оставляли ключ. Просто уходили, и ключ оставляли в машине. И вот папа был внизу, в своей мастерской, он работал, мама готовила что-то. Я подошел к машине, я достал ключ из зажигания, открыл багажник, и вижу, вот лежат подарки. Я почувствовал себя, как Адам и Ева, когда вкусили плод. Что ж я натворил такое? Закрыл я багажник, и, вы знаете, у меня руки неуклюжие. Ничего не могу делать руками, когда речь идет о технике. Это проявилось уже тогда. Я не мог вставить ключ в зажигание машины. Пытался, пытался, и не мог. Потом на все плюнул, бросил ключи в машине и ушел. И через час приходит мама, садится рядом со мной и говорит, папа сказал, что кто-то открывал багажник. Я говорю, это не я. И она ушла. Минут через двадцать она вернулась и говорит, сестра говорит, что она это не делала. Сестра была на три года меня младше, и уж точно она не могла такого сделать. Братьев у меня не было. Стрелочника не нашлось. Было понятно, что виноват я. Я расплакался и признался, что да, я виноват. Я лазил в багажник. Уже позже отец мне сказал вот что. Сын, многому мы тебя пытались научить, но мы никогда не учили тебя лгать. Потом он сказал, мы сделали все, что от нас зависит, чтобы Рождество тебе запомнилось по-хорошему. Я испортил то Рождество. Я его испортил. Испортил лучший праздник в году. Причем испортил аж дважды. Во-первых, я хотел получить подарки раньше положенного. В общем, подарки, которые родители мне в любом случае подарили бы. Которые в свое время все равно были бы моими. А второе, я соврал. Точно так же поступил и Яков. Яков хотел получить сразу то, что Господь все равно для него приготовил и дал бы ему. И Яков соврал. Обманул ради того, чтобы все это получить. Подождите, подождите. Ну, а что, если бы Яков ничего не сделал, Исаак пришел, и Исаак его благословил бы? Нет, нет, не благословил бы его Исаак. Господь бы вмешался в это дело, только вмешался бы правильно. А так получилось, что Ревека и Яков вмешались неправильно. Когда мы заранее берем то, что потом все равно будет наше, было бы наше, оказывается, что мы получили меньше, чем если бы какое-то время подождали. Половая близость. Вот вам, пожалуй, лучшая иллюстрация этого в современной жизни. Так хочется интимности, что думаешь, урву хоть сейчас. Нет, подождите. Подождите, пока Господь даст вам это в свое время. И тогда получите наслаждение по максимуму. Наслаждение от того, что Господь вам дает. Яков не дождался и попал на 20 лет неприятностей. В 27 главе книги «Бытия», после того, как Яков и Ревека приготовили ужин обмана для мужа и отца, в 18 стихе мы читаем, «Яков вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой, тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу, «Я и Иса, первенец твои, два обмана, во-первых, он не Иса, во-вторых, он не первенец. Я сделал, как ты сказал мне, третий обман. Нет, ему такого не говорил Иса. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». В чем-то он прав, а в чем-то эти слова очень-очень опасны. Он упоминает имя Божие в суе. Он как бы делает Бога инициатором и благословителем обмана. 21 стих. «И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исаф или нет?» Помните, что Исаф был волосатый, Иаков нет. Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исафа». Помните, он надел на себя шкуры животных и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исафа, брата его, косматые. И благословил его. И сказал, «Ты ли сын мой Исаф?» дал ему еще один шанс сказать правду. Он снова солгал, он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его. И сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». И затем он произносит благословение. И в 29 стихе говорит, «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные». Как только он высказал это благословение, Иаков ушел, пришел Исаак и предложил отцу поесть. Исаак говорит, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаак». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом. И сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне?» И он умолял еще одно благословение, об этом говорит автор послания к евреям. Исаак говорит, «Твой брат пришел и получил это благословение. И сказал Исаак, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза?» Он взял первенство мое. Кстати, это не совсем так, потому что Исаак сам ему продал благословение. И вот теперь взял благословение мое. Он уже отдал благословение, потому что благословение приходило с первородством. И еще сказал Исааку, «Неужели ты не оставил и мне благословение?» Нам не вполне понятно, почему Исаак не мог передумать. Но слова благословения вечны, постоянны. Слово не воробей. Когда моему сыну было три года, он у меня был на коленях, и у него в руках был воздушный шарик, наполненный гелием. Мы были тогда в Германии. Мы вышли из дома, и сын мой отпустил нитку. Шарик взвился вверх, в небеса. И сын говорит, «Пап, поймай шарик!» Конечно, я его не мог поймать. А сынишке казалось, что папа все может. Когда сын понял, что папа не может поймать шарик, он плакал и рыдал безутешно. Ничего не могли мы сделать. Исаак говорит Исааку, «Поймай благословение!» Благослови! Нет, шарик улетел. Благословение уже высказано. Теперь оно на Якове. Обратно его не вернешь. Вот какими обязательными и нерасторжимыми на Ближнем Востоке были устные договоры. Как шарик, который улетел в воздух, и все, не поймаешь. Слишком поздно. Исаф упустил благословение, потому что благословение оказалось на Якове. Исаф и Исаак уже не могут его вернуть. Он умолял, как говорится в послании к евреям, в слезах, но уже бесполезно. И вот в результате Исаф говорит, «Когда отец мой умрет, я убью своего брата». Об этом в 41 стихе. Эти слова слышала Ревека. Она пересказала их Якову. Яков понял, что, вообще-то говоря, Исаф посильнее будет. Яков думал, «Ну, я обычный парень, домашний мальчишка. А брат-то мой, спортсмен, охотник, он убивает диких животных. Он преследует животных и убивает. Хотя животные бегают быстрее меня. Если он животных догоняет, так меня уж точно догонит. Если животных убивает, то и меня убьет». Значит, надежда у меня одна. Бежать. Бежать прямо сейчас. Ревека была с этим тоже согласна. И Яков, естественно, тоже. Отцу их еще предстояло долго жить. Отец их еще даже не болел. Но Якову нужно было бежать из города. В 43 стихе Ревека говорит, «Теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги в Месопотамию в Лавану, к Лавану, брату моему, к Харану, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». Почему Ревека так хотела, чтобы Яков получил благословение? Потому что он был ее любимчиком. Почему Исаак хотел благословить Исаа? Потому что Исаак был его любимчиком. У каждого из родителей свой любимчик. У одного старший брат, у другого младший. И совершенно очевидно, что Ревеке было приятно находиться вместе рядом с Яковом. Ревека надеялась, что Исаак придет в себя. Гнев его утихнет. Но смотрите, что получилось. Ревека сделала не по-божьему, а по-своему, и потеряла сына на 20 лет. И Яков сделал не по-божьему, но по-своему. И на 20 лет потерял и мать, и отца, и брата. Якову придется долго, долго учиться. Такая 20-летняя школа, или 20-летний университет. Причем уроки будут непростыми. И только через 20 лет он увидит своих родственников. Видеосеминария ТВС Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok